Небесные фонарики С марта в России в силу вступили изменения в правила противопожарного режима, запрещающую любимую многими забаву. Теперь небесные фонарики нельзя запускать на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее 100 метров от лесных массивов. Контроль за соблюдением правил противопожарного режима входит в компетенцию Федерального государственного пожарного надзора. Нарушителям грозит административный штраф до 1500 рублей, если это частное лицо, должностным лицам до 15 тысяч, юридическим до 200. Кроме того, в зависимости от последствий подобного развлечения может быть возбуждено и уголовное дело, например, за уничтожение или повреждение имущества по неосторожности, нарушение требований пожарной безопасности или повреждение лесных насаждений. По данным регионального МЧС, в Мариел пожаров, причины которых стали бы небесные фонарики, не регистрировалось. Однако в соседних Чебоксарах в ноябре прошлого года запущенный в небо фонарик повредил огнем крышу торгового центра. Кстати, как утверждают защитники животных, возможный пожар – не единственная неприятность, которую могут доставить небесные фонарики. Чаще всего каркасы таких фонариков сделаны из проволоки, в которые, как в ловушку, попадают небольшие птицы, а иногда уже на земле и мелкие животные. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы любите эти группы? МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы знаете их песни? Да! И... 15 марта в 18.00. Блиц-ФМ отмечает свой четвертый день рождения. Стоун Клаб. Нам 4 года. Специальные гости. Пилот. Конец фильма. Справки по телефону 204312. Частное издательство Телерадио выпустило в свет подарочное издание стихотворений Леонида Маркелова «Надеюсь, образом чудесным». Альбом иллюстрирован работами фотохудожников Валерия Кузьминых и Петра Васильева. Заявки на приобретение книг принимаются по телефону 42-28-28. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Информационная служба ТВ и Радио. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова